Дорогие братья и сестры, преподобно мучник Макарий Маржоу говорил такие слова. Как народ израильский был в плену вавилонском за свое отступничество и грехи, так и Бог попустил советской власти прийти за отступничество как церкви, священников, епископов, так и отступничество христиан, народа русского. Итак, братья и сестры, советская власть была попущением Божией за грехи наши. Как же церковь приняла эту советскую власть? Как она жила во времена этой советской власти? Как она мирилась или не мирилась с этим атеистическим режимом? В самом начале своего правления коммунисты в 1918 году уже показали, что они атеисты. И церковь осудила их движение. Но поначалу думали, что это какой-то мимолетный. Эта власть долго не задержится, что они скоро пройдут. Но уже буквально через год патриарх Тихон понял, что эта власть всерьез пришла. И издает свои осуждения той богоборческой власти и тем преступлениям, которые она делала. Была анафема патриарха Тихона на все богомерские грехи советской власти. А они разрушали храм, убивали священников, скрывали мощи святых, грабили храм, забирали церковную утварь, дискосы, чаши священческие, облачения. Все, что было им дорого, ценно, как они считали, золото, что они могут продать, что они чем могут наживиться и продать за границу, чтобы обогатить свой капитал. Им нужны были деньги. И нужно было разорить церковь. Многие священники выступали против этой безбожной советской власти и были репрессированы, были убиты, казнены, замучены, сосланы в ссылке. А быть нормальный священник не мог молчать в виде преступления, которые делала советская власть. Нормальные епископы не могли просто умалчивать те беззакония, которые делала советская власть. И святитель Тихон, и все, кто были неравнодушны к церкви, кто были неравнодушны к народу Божьему, к вере христианской, они не молчали. Они были готовы умереть за правду. И они умерли за эту правду. Но братья и сестры были и те священники, и епископы, которые молчали, которые вступили в союз советской власти. Вступили в договор с НКВД и с атеэтическим режимом. Одним из них был местоплюдитель патриаршества, это Сергий Строгородский. В 1927 году он издал свою декларацию, в которой говорил, что враги коммунистов – враги церкви. Печали коммунистов советской власти – это печали и горести церкви. И радости советской власти – это радости церкви. Братья и сестры, любой верующий человек может подумать, какие могут быть общие радости у атеистов и христиан. Если атеист радуется разрушением храмов и уничтожением икон, уничтожением монастырей святого, то неужели христиане могут этому радоваться? Если у атеистов враг номер один – это Христос, то неужели и у христиан враг – это Христос? Конечно же, братья и сестры, христиане не могут подписаться под этой декларацией. А советская власть потребовала подписи и согласия всех епископов и священников под этой декларацией Сергия Строгородского. Кто же не подписал, были созданы, ссылки и казнены. Более того, советская власть потребовала от патриарха Сергия анафематствовать, отлучить от церкви всех тех, кто не признал его декларацию. Поэтому все новомученики и исповедники были отлучены патриархом Сергием и приняли анафеме в свое время. В 1927 году, в 1930-х годах, они были отлучены от церкви. Страшно и удивительно. Какая, братья и сестры, здесь параллель с святым Иоанном Златоустым? Он тоже пострадал за правду и тоже был за эту правду отключен от церкви и канонизированный только после смерти. И церковь, братья и сестры, также канонизировала этих новомучеников и исповедников уже после их смерти, после их подвига. За эти все преступления русская православная церковь за рубежом анафематствовала Сергия и все сергианство. Под сергианством понимался компромисс с атеизмом, сотрудничество с НКВД. Сергий Строгородский в 1930 году, дая интервью зарубежной прессе, клялся, что нет в Советском Союзе никаких репрессий, никаких гонений на церковь. Клялся, держа крест в руках, что только те священники преследуются, которые выступили против советской власти, которые являются контрреволюционерами. Так говорил он. Мы знаем, что это ложь. Ложь с крестом в руке. Как, братья и сестры, могла русская православная церковь за рубежом на это отреагировать? И была осуждена эта ложь, это неправда и анафематственно, и Сергий Строгородский, и все сергианство. Иоанн Шанхайский строго выступил против этой ереси и анафематства в ее. В свою очередь, Сергий Строгородский анафематствовал Иоанна Шанхайского и всю русскую православную церковь за рубежом. Произошел разрыв. Русская православная церковь эмиграция и русская православная церковь здесь, на территории Советского Союза. Именно русская православная церковь эмиграция и зарубежная первая канонизировала и святителя патриарха Тихона, и царских трастотерпцев, и собор новомучников, и исповедников. Далее, братья и сестры, здесь, на территории Советского Союза, как я уже сказал, многие отклонились, не признали декларацию Сергея Строгородского и всю его, эту политику приспособленчества к советской власти. И вот все они были репрессированы. Самые лучшие, самые благочестивые пастыри и архипастыри были репрессированы, созданы, расстреляны и уничтожены. Многие сейчас могут оправдать Сергея Строгородского, говоря, что если бы он не пошел тогда на такие вот уступки, то церковь бы вообще могла бы прекратить свое существование в Советском Союзе. Она могла бы вообще быть уничтожена. Давайте прислушаемся к голосу самих новомучников и исповедников. Находясь на Соловках, написав новомучники и исповедники письмо для Сергея Строгородского, где они осуждали его политику, где они говорили, что не нужно спасать церковь, нужно свою душу спасать, а церковь будет Христос спасать. Кирилл Смирнов, новомученик, митрополит, писал и говорил, что мы и достойны за грехи наши и пострадать, если нужно. Не нужно отступать от истины. Все новомученики исповедники говорили, что неправильно поступал Сергея Строгородского, осуждали его политику. Епископы, которые были там, ссылки на Соловках, в изгнании, собирались вместе в соборы и осуждали политику Сергея Строгородского. Русская православная церковь в эмиграции осудила Сергея Строгородского. То есть есть официальные осуждения. Анафеми, это Сергея Иоаннского, как новомучениками, как исповедниками и святыми людьми, так и Иоанном Шанхайским, свидетелем, и Русской православной церкви за рубежом. Осталось только еще нашей церкви это официально признать, что политика тогда Сергея Строгородского была ложной и пагубной и для церкви, и для ее имиджа, и для ее души. И, братья и сестры, такое заявление было сделано патриархом Алексеем Вторым. Он говорил, сегодня мы можем сказать, что неправда замешана в политике и декларации Сергея Строгородского. Эта декларация ставила своей целью поставить церковь правильные отношения к советскому правительству. Но эти отношения к декларации, они ясно показывают и обрисовывают ее подчиненность церкви интересам государственной политики, как раз не являются правильными с точки зрения церкви. Патриарх Алексеев Второй говорил, что это является одной из самых темных страниц всей истории русской православной церкви. Он говорил, что это не является правильными с точки зрения церкви, что Сергей Строгородский поступал не во благо церкви, а во благо только своих личных интересов. Братья и сестры, точно так же и говорил исповедник, канонизированный церковью, Борис Талантов. Он написал прекрасную статью, которую всем советую почитать обязательно. Называется она «Сергеевщина или приспособленчество к атеизму» Иродова Закваска, где он писал, коммунистическая партия увидела в этом общении, то есть в этой декларации Сирио-Строгородска, его приспособленчестве, слабость церкви, готовность нового церковного управления исполнять беспрекословно любые приказания гражданской власти. Готовность выдать на произвол властей под видом контроливерационеров церковнослужителей, дерзнувших обличать произвол и насилие. Объективно это обращение и последующая деятельность митрополита Сергия была предательством церкви. Что же митрополит Сергий спас своим приспособленчеством и чудовищной ложью? Нет. К началу Второй мировой войны в каждой области осталось от многих сотен церквей только пять или десять. Большинство священников, почти все епископы, за исключением немногих, сотрудничавшихся с властями под оном митрополиту Сергию, были замучены в канцлерлях. Таким образом, митрополит Сергий своим приспособленчеством и ложью никого и ничего не спас, кроме своей собственной особы. В глазах верующих он потерял всякий авторитет, но зато приобрел благоволение отца народов Сталина. Итак, братья и сестры, голос новомученика и исповедника говорит, что Сергий Старогородский своей политикой никого не спасал, а только себя. Он добивался патриарша престола. Он добивался, чтобы его признал Сталин и коммунистическая власть патриарха. Все сторонники патриарха Сергия также имели отношение с НКВД, были членами, были сотрудниками КГБ, НКВД. Более того, в советское время ни один епископ не мог стать епископом без того, чтобы не быть членом КГБ. Все, кто были рукоположены в епископский сан в советское время, были членами КГБ, были сотрудниками и информаторами КГБ. Далее, как я уже сказал, самые лучшие священники, священнослужители церкви были репрессированы. Кто же остался? Можете догадаться, кто остался на стороне Сергея Острогородского и его приближенных. В церковь, в священники советская власть не допускала благочестивых христиан, не допускала отличников, не допускала тех, кто прекрасно учился в школе, кто имел хорошую рекомендацию. Как правило, только допускали священники троечников и тех, кто вели себя не совсем благочестиво. Нужно сделать вывод. За что умирали новомученики и исповедники? За что они пролили свою кровь? За чистоту православия? За то, чтобы церковь не шла на поводу власти и власть имушки, чтобы она всегда исполнила то, что угодно Богу, то, что во благо и во спасение. Мы должны осознать, Сергея Ямщина это является ересью. Преподобная Параскева Старобельская не брала даже благословения у тех священников, которые подписались под декларацию Сергея Старогородского. Она считала их предателями и отступниками. Братья и сестры, и мы должны осудить политику Сергея Старогородского. Как осудил ее патриарх Алексей II, как осудил ее Иоанн Шанхайский, как осудили ее самые знатные епископы и архиереи Русской Православной Церкви в миграции. Более того, когда советская власть уже распалась в 1991 году, пытались примириться Русская Православная Церковь и с теми, кто были в эмиграции, с Русской Православной Церкви за границей, пытались найти мирный договор. Но только в 2007 году произошло это примирение. Почему же 16 лет не могли примириться? Почему же так долго это происходило? Дело в том, что пока были живы духовный чад Иоанна Шанхайского, они твердо знали и помнили его завещание. Не примиряться с Русской Православной Церкви до тех пор, пока она не осудит официально Сергея Иоаннщину как ересь и не предаст ее анатмию. Это была строгая политика и позиция всех духовных чад Иоанна Шанхайского. И только тогда, когда в 2007 году митрополитом стал Лавр, лояльник к Русской Православной Церкви, можно так сказать, свой человек в Русской Православной Церкви, только тогда произошло примирение. Но хочу рассказать одну интересную историю, которая была во времена этого примирения. Когда был заключен уже написан договор примирения Русской Православной Церкви в Америке за рубежом и Русской Православной Церкви здесь, на нашей территории, России, Украины, тогда этот договор положили на гробницу Иоанна Шанхайского, прося у него благословения. Но как рассказывал очевидец, откуда-то взялся ветер, который поднял это соглашение и сбросил его на пол. Это соглашение обезьянника подняли, положили обратно на гробницу, пальчиком придержали и на нем подписались и расписались. Но не все. Некоторые, которые еще помнили завещание Иоанна Шанхайского, ушли в раскол с митрополитом Лавром. Дальше. Тем, кто были в Русской Православной Церкви за рубежом, им разрешалось пять лет не поминать патриарха Русской Православной Церкви, потому что они знали завещание Иоанна Шанхайского. Итак, братья и сестры, эта правда должна все-таки звучать. Мы должны помнить, за что умерли новомученики и исповедники. Подобно Иоанну Златоусту, который был сначала осужден церковной властью, а после его смерти канонизированных. Но выводы, за что умер Иоанн Златоуст, за что он боролся, не были сделаны. Попытаемся мы сделать выводы, а за что умирали новомученики и исповедники. Почему они не были в мире серием Стлогородским? Почему они не подписали эту декларацию? Почему они не пошли на сотрудничество с советской властью, с властью атеизма? Братья и сестры, мы будем верными последователями и истинными почитателями новомучеников и исповедников. И да можно в этом Господь Бог. Аминь.